Преподаватели и руководители шимкенских школ сегодня больше похожи на учеников. Все как один одеты под дресс-коду «белый верх, темный низ». Свою речь о Кимгороде началась с высоких требований, которые сейчас ставятся перед педагогами. Габидулла Абдрахимов не скрывал, что ждет в конце года определенных достижений. В частности, глава города отметил, что на педагогах лежит большая ответственность, и они обязаны идти в ногу со временем. Каждый месяц приходит что-то новое. Каждый год стабильно все меняется. Поэтому нам всем надо над собой работать. Особенно учителям. Потому что учителям – это самые главные люди после родителей, которые дают воспитание. Таким, как вы воспитаете детей, таким и пойдет возрастное общество. Руководитель городского отдела образования Лизата Жиева в своем докладе отметила, что в прошлом учебном году были выявлены недочеты в образовании, и заверила, что в новом все ошибки постараются устранить. В частности, по словам главного педагога, в городе частично решена проблема трехсменных школ. Две школы семьи уже перевели на двухсменное обучение. Здесь стоит отметить, что в Шимкенте загруженных школ гораздо больше, чем семь. В некоторых школах дети учатся еще и на подсменке. Говорила Лизата Жиева и о готовности школ к первому сентября. В 2016 году из бюджета на ремонтные работы было выделено 222 миллиона 458 тысяч тенге. На эти средства отремонтировано 124 школы и 80 детских садов. Все школы обеспечены необходимым количеством учебников, сказала Лизата Жиева. После первого звонка, когда дети сядут за парты, станет действительно понятно, на самом ли деле город обеспечен необходимой учебной литературой на 100%. Новый учебный год все расставит на свои места. Педагоги Шимкента, в свою очередь, надеются, что бумажной балакиты и отчетов станет значительно меньше, а времени для учеников гораздо больше. Тогда и выставка с достижениями самих учеников не будет ограничиваться, как сегодня, лишь умными игрушками от ребят из Назарбаев интеллектуальной школы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok